Вечное возвращение 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 то можно сказать, что концепция жизни в истории предполагает, что история понимается в ее постгегельянском изводе, то есть при условии особого отношения к ее линейному периодическому развитию и к ее повторяющимся во времени событиям, таким, например, как войны и революции, и при этом все события истории становятся специфическими категориями собственного существования. Однако применительно к Шкловскому и применительно к рассказчику Шкловского возникает некоторая загвоздка, поскольку его активное участие как члена право-эсеровской партии в исторических событиях хода истории изменить совершенно не может. Но в этой аудитории нет смысла перечислять биографическую канву, которая стала фабулой романа Шкловского. Я только напомню, что он в 2014 году добровольцем ушел на фронт, в 2015 году возвращается в Петербург, где служит в школе броневых офицеров-инструкторов, инструктором в броневом запасном дивизионе, участвует в февральской революции. В частности, он отдает знаменитый приказ и упоминает об этом и в сентиментальном путешествии, позднее в «Энергии заблуждения» об окружении адмиралтейства, и таким образом Хабалов должен сдать Петроградский гарнизон и так далее. То есть мы видим Шкловского как очень активного солдата. Он не офицер и не может быть таковым из-за своего еврейского происхождения. Очень храброго человека, который получает Георгиевский крест четвертой степени за то, что повел солдат в атаку, получил пулевое ранение в живот, которое считалось в то время смертельным. И тем не менее, это ощущение, что ничего в данной ситуации сделать невозможно, возникает практически с первых строк сентиментального путешествия. Есть целая система метафор, например, тот же самый падающий камень, или сопоставление себя с рабочим, который чувствует, что его захватило ремнем за края платья и потащило, он еще сопротивляется, но сердце уже сдалось неизбежности смерти. И выход из хода исторического процесса постулируется практически на всем протяжении текста, то есть на протяжении всего участия Шкловского в текущих событиях вплоть до его бегства в Финляндии в 1922 году. Куда может произойти вот это бегство из истории? Для Шкловского рассказчика очень важно постулировать, что он параллельно событиям войны и революции пишет такие свои основополагающие тексты, как «Связь приемов, сюжет сложений с общими приемами стиля» или «Тристром Шенди», «Стерны», «Теория романа» и другие работы, напечатанные в сборниках по теории поэтического языка и вошедшие в книгу о теории прозы. То есть параллельно с сюжетом истории развивается сюжет эскапизма, личный сюжет эскапизма, то есть уход в традиционные формы оппозиции к историческому бегу времени. Это может быть уход в философию или в мистику или, как у Шкловского, в науку. Надо сказать, что, конечно, о сентиментальном путешествии написано очень много, но я не видела нигде, чтобы кто-то попытался прочитать этот текст с точки зрения, например, повторяющегося литмотива. Не забудьте, пожалуйста, подтяжки. Каждый раз, когда Шкловский пишет, что он обращается к тексту, над которым он работает в данный момент времени, он обязательно цитирует эти слова из сказки Киплинга «How the whale got his throat». То есть это такие так называемые прокрасторис. Почему? Возможно, он таким образом пытается как-то объяснить и вот это текущее событие. Чем недоволен, собственно говоря, Шкловский, который является комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте, потом в качестве комиссара Временного правительства послан в Персию, является ответственным за вывод российских войск из Персии. То есть, казалось бы, с точки зрения футуриста и участника исторических событий все должно быть хорошо, однако его цель совершенно другая. и она совершенно отличается и от того, что предлагают большевики, и от того, что предлагают меньшевики, интернационалисты и все другие партии. Он эсер, то есть он продолжатель народнической идеологии. Его цель – это мировая революция, к которой можно прийти, как он пишет, в «Сентиментальном путешествии» только путем Блицкрига, очень быстрой войны. «Революция русской революции с максимализмом демократизма временного правительства освободила армию принуждения. В армии не осталось законов, не осталось даже правил, но был состав квалифицированных людей, способных на жертву и на держание окопов. Возможно, была война, короткая и молниеносная, без принуждения. Если бы появились в эту войну войска, которые сражались бы так, как работают люди на себя, они могли бы не только наступать на Германию, но идти через Германию на Францию». И далее он сравнивает ситуацию России и российской армии, и всех народов, живущих в России, включая, конечно же, и русский народ, состоянием человека, который спит. Спит и слышит звонок в дверь. Ему кажется, что это, может быть, звонит колокольчик и так далее, то есть далее следует такое фрейдерское объяснение. Но на самом деле, говорит Шкловский, может быть, это была всемирная революция. Тем не менее, значит, ничего здесь не получается. И вот этот космический бег времени для Шкловского отчетливо различим. Любая остановка расценивается им как онтологическое событие, которое, с одной стороны, приближает его к объяснению хода истории, истории понимания его собственного предназначения, как военного человека и как эсера. С другой стороны, он желает остановки сейчас и немедленно, чтобы это все прекратилось. Например, когда он получает вот это самое смертельное ранение в живот, он пишет. «Я полз и был счастлив. Пали ручьи в реки, Пало в море река, Я донес свою ношу». То есть это перефраз известной цитаты, известного места из книги «Экклезиаст». То есть, наконец, можно выйти из всего этого и заняться своим делом. Вот действительно пример вечного возвращения как бы как некоемого такого желаемого события. Однако Шкловский, вопреки прогнозам врачей, выздоравливает и возвращается в строй. И, следовательно, он продолжает участвовать в чем-то, в каком-то таком процессе, терпеть который совершенно невозможно, потому что та телеология, которая вроде бы как существует в этом процессе, для Шкловского никоим образом неприемлема. Поэтому, например, Корнилов совершенно не понимает реакции Шкловского, когда он дает ему георгиевский крест, награду, и тот, в общем, его body language говорит о том, что ему это совершенно не нужно. Что не устраивает Шкловского? Как он видит эту ситуацию России, которая сопротивляется бегу времени? Его не устраивает то, о чем писали тогда все публицисты и все газеты. То есть моральное разложение. Моральное разложение на фронте из-за того, что были выбиты кадровые офицеры и солдаты и моральное разложение в тылу из-за того, что все занимают своим делом. Шкловскому очень бы хотелось представить себя рассказчику в каких-то таких кантовских категориях прекрасного и возвышенного кем-нибудь подобным Байроновскому Наполеону или на худой конец узнику Пушкина, однако это совершенно невозможно. Поэтому буквально на первой же странице сентиментального путешествия мы находим тот самый темпоральный троп, ту самую метаморфозу, о которой я говорил в самом начале. Именно эта метаморфоза превращения российской армии, всех ее солдат и самого себя вместе с ними в такой полчище пятнистых крыс. Перед революцией, пишет Шкловский, работал как инструктор запасного броневого дивизиона, состоял на привилегированном солдатском положении. Никогда не забуду ощущение того страшного гнета, который испытывал я и мой брат, служившие штабным писарем. Помню воровскую пробежку по улице после восьми часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное – трамвай. Город был обращен в военный лагерь. Семишники, так звали солдат военных патрулей, за то, что они, говорилось, получали по две копейки за каждого арестованного, ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд. Начальство считало это вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим, озлобленным саботажем. Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились по улицам, все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные всеобщие толки об измене. Конечно, вот этот момент охоты, ловли сразу же вводит развитие лейтмотива крыс, который мы видим потом в качестве кульминации в главе Персия. Я сразу же приведу этот пример. В 1700 к которому-то году, кажется, при Екатерине первой, для них это не важно, пестрые крысы из среднеазиатских степей, собравшись в стаи, толпы, тучи, переселились в Европу. Они шли плотной ровной массой. Хищные птицы, собравшись со всего света, летали над ними. Тысячи погибли, погибли миллионы. Сотни миллионов шли вперед. Они дошли до Волги, бросились и переплыли. Река сносила их. Вся Волга до Астрахани пестрела трупами, но они переплыли ее и вступили в Европу. Они заняли все, рассеиваясь, становясь невидимыми. Я вместе с небольшой стайкой сел на барку в Геленджике. Вот, пожалуйста, вот она градация. От этого пребывания в трамвае, от этого бега от военных патрулей, через появление крысиных хвостов, то есть очередей за хлебом в Петрограде, через сравнение петроградской толпы с полчищем крыс, окружающих военную полицию. Вот к этой вот кульминации и к сопоставлению того, что происходит сейчас в России, с таким большим, инстинктивным, очень широким социальным движением. Движением, которое применительно к крысам, конечно, началось еще раньше, в Плестоцене, но, в принципе, Шкловский описывает именно то расселение крысиное, которое в науке хорошо известно. Более того, он практически перефразирует очень известное место из знаменитого бремовской книги Тирлейбен как раз о расселении серых крыс. Конечно, здесь Шкловский пользуется очень хорошо разработанной традицией, которая берет свое начало применительно к литературе в легенде XIII века о крысолове из Гамельна. Позднее развивается очень многим, там у Арнима и Брентана, конечно, можно найти соответствующие примеры, развивается в знаменитой поэме Гейне «Дивандерратен». И затем, в те же самые 20-е годы, мы видим, что этим пользуются, этим же мотивом пользуются Александр Грин и Марина Цветаева, которые пишут одинаковый рассказ и поэму с одинаковым названием «Крысолов». Применительно к футуризму, конечно же, мы знаем об этой знаменитой выставке «Трамваев» XIII года, где Шкловский впервые произнес текст, позднее напечатанный под названием «Воскрешение слова». И на этой выставке была пародия Аверченко на экспонаты, представленные на этой выставке, и пародия называлась «Крыса на подносе». Мы знаем о мотиве крыс у Бурлюка, у Николая Бурлюка, у Давида Бурлюка, конечно же, у Маяковского. И, безусловно, о поэме Хлебникова «Война в мышеловке». И можно сказать, но это тема немножко другого доклада, что войну в мышеловке целиком и полностью можно поставить эпиграфом к сентиментальному путешествию, также по аналогии с тем, что делает Шкловский в ЦОО «Ставя зверинец» в качестве эпиграфа. К чему это все идет? Это превращение русской армии в полчища пятнистых крыс и превращение самого себя в пятнистую крысу. Как он говорит, немногое может сказать крыса, прошедшая весь путь от Петербурга до Урмии. И осталась ли она той же самой крысой, которая вышла из дому. Во всяком случае, он чувствует там эту необходимость такого постулата, потому что там совершенно в Персии нет времени на то, чтобы отвлечься от происходящих событий, поскольку происходит бесконечное количество погромов, убийств, ему подкладывают там мертвого ребенка под двери, схватки между курдами, армянами, осирийцами и так далее, и так далее. Времени на то, чтобы выйти из этих событий, совершенно нет. Однако я бы говорила о том, что вот все это историческое движение, да, и вот все эти вроде бы повторяющиеся события никоим образом нельзя рассматривать в качестве вечного возвращения, потому что это только повторы, и это периодически возвращающиеся по времени события. Если думать о каком-то наполнении, которое связано с мифологемой вечного возвращения, то можно говорить о дурной повторяемости, можно говорить о том, что крыса здесь является планом содержания, а не планом выражения. А план содержания здесь предусматривает представление о смертельных инфекциях, которые переносят крысы. И, конечно же, очень много писали именно в то время о коммунизме, как о бациллах, которые большевики распространяют, ну, большевики, вообще Советская Россия, по миру. И сам Шкловский об этом говорит. Потом, описывая капитуляцию из Персии, Шкловский упоминает вагоны, барки, лодки, корабли, то есть именно те средства, транспортные средства, которыми пользуются крысы для перемещения, они пассивно перемещаются, они никогда активно не перемещаются, в отличие от птиц. И, следовательно, вместе с ними распространяется эта инфекция. И, конечно же, не может не возникнуть в этой связи ассоциация с Носфератус, со знаменитым фильмом, как раз того же самого времени, фильма Мурнау, с этим плаванием его в ту страну, где живет влюбленная пара, и с гробами, которые едут вместе с ними, и с крысами, которые едут в этих гробах. Гробы появляются, конечно же, и у Шкловского с надписью «Дегтем гробы обратно». То есть вся эта революция, вся эта история представляется как путешествие в загробный мир. Поэтому вечное возвращение здесь имеет исключительно отрицательное содержание, если вообще до него докапываться. Если думать о плане выражения этого мотива крыс, то это, конечно, извините, солдатская, офицерская форма российской армии, серо-зеленая униформа с коричневыми или с какими-то другого цвета могут быть также нашивки. Потому что пятнистых крыс в принципе нет, есть только серые и черные. Пятнистыми могут стать серые крысы по мере их взросления. Так что здесь другой ассоциации просто быть не может. Но есть совершенно другое противоположное движение, и которое связано с иным представлением о вечном возвращении, о котором пишет или Элиады, о котором говорит Ницше. Но Ницше, может быть, в меньшей степени нам здесь подойдет. Я имею в виду вечное возвращение как какая-то внезапная остановка, как некое внезапное событие в жизни человек. Именно так Ницше описывает то, что произошло с ним однажды в Швейцарии в очень определенном месте, когда он увидел в очень определенное время очень определенный пейзаж и подумал о том, что через шесть тысяч лет кто-то подобный ему увидит то же самое. Я не буду, наверное, приводить цитат, поскольку я вижу, что время у нас уже заканчивается, а просто расскажу. Значит, воплощением этого вечного возвращения, конечно же, являются сирийцы, о которых Шкловский пишет по нескольку раз, возвращаясь к их истории, минимум по три раза. Он рассказывает историю перемещений многочисленных ассирийцев, он говорит о том, что они христиане наши братья, но особые христиане нестыриане, и он указывает специально на их костюм. Костюм, древний национальный костюм ассирийцев интересует его только с одной точки зрения, с точки зрения цвета, что это очень яркий костюм, очень своеобразный, мы знаем, как выглядит ассирийский костюм, нет смысла здесь еще раз на нем останавливаться, но для Шкловского важно, что ассирийцы носят этот костюм всегда. Вот та ассирийская дивизия, которая вошла в состав российской армии по соглашению между патриархом Маршимуном, заключенным еще в 15-м году, в обмен на то, что им будет предоставлена возможность национального самоопределения и какая-то территория, на которой они будут жить, этот костюм является их военным костюмом, и с другой стороны Шкловскому указывают на некоего человека в этом же самом сирийском костюме и говорят, что он профессор одного из американских университетов, и там в Америке он также ходит в этом же самом национальном костюме. Национальный костюм здесь, конечно же, план выражения абсолютно параллельный и антагонистический форме российской армии и вообще любых других армий, которые участвуют в Первой мировой войне. Мы знаем, что сирийцы многократно обращались к российскому правительству с просьбой не оставлять их в Персии, с просьбой дать им возможность и далее участвовать в боях, они были вооружены русским оружием. Тем не менее, Шкловский из-за приказа обязан бросить их здесь, зная, что уже произошло, что уже убили их патриарха Маршимуна, что положили всю его охрану из 150 человек. Он уверен, что погиб и его друг Лазарь Зервандов, который был в этой охране, но мы знаем, что он спасается, так же, как спасается его брат, и еще два человека, и он бежит, как крыса вместе со всеми, а сирийцы собираются и под командованием друга Шкловского, Ага Петроса, которого называют Новым Ашурбанепалом, идут в Ирак. Теряя по дороге людей, детей, за ними едет доктор и священник из американской миссии, доктор Амбруас Шет, который в свою кибитку собирает этих детей, таким образом он спасает три тысячи человек, и когда англичане предоставляют ассирийцам убежище, он возвращает им их будущее, их детей. Для Шкловского вот это есть пример настоящего вечного возвращения, и идет Восток, вот это движение Востока для настоящего Востока, того самого Востока, который связан с Ниневией, действительно, с древней Осирией, вот оно является примером вот такого подлинного возвращения движения, положительного движения в пространстве времени, которое в результате должно привести полные победы. Осирийцы спасают себя как народ, а Шкловский возвращается в Петроград и вроде бы обращается к какой-то деятельности, но происходит следующий эпизод. На углу Невского караванной он останавливается, как мы помним, в конце октября для того, чтобы почистить сапоги и ставить ногу на ящичек сапожечка. на нем надета он думал, что будет холодно, заячья шапка и когда из-за жары он сдвигает ее выше, чистильщик сапог осирийц поднимает голову и говорит Шкловский. Представить ужас рассказчика вполне можно, потому что также его уже остановили в поезде, когда он пытался бежать, потому что заниматься подпольной эсеровской деятельностью, ему нужно было спрыгнуть с поезда, что он и сделал, а здесь происходит что-то совершенно другое. Восток воссоединяется с западом. Стоит лазер на углу Невского и Караванной, холодно в Петербурге, дует по Невскому ветер, и по Караванной дует, и дует ветер с востока, и дует ветер с запада, и замыкает ветер круги своя. Если сопоставить еще один перефраз Экклезиаста с тем перефразом, который мы видели в самом начале при ранении, мы видим всю разницу этих полюсов антитезы, лежащие в основе сюжета. От желания смерти к внезапному прозрению, что жизнь никуда не исчезает и не заканчивается, и к ощущению, которое должен испытывать сам рассказчик. И это ощущение, конечно же, совпадает с тем, что описывает Хлебников в «Войне в мышеловке», где есть этот знаменитый образ кресолова дедера с мышеловками у бедер, с мышью судьбы и так далее, и так далее. Но там же в «Войну мышеловки» входит, и текст «Это осень такая заячья», где речь идет о мимикрии, столь важной для Шкловского на протяжении всего этого текста. Мы помним, что он говорит, что он может внашиваться в любые туфли. Якобсон, который прячет его у себя в архиве, предлагает, он уж передвориться бумагой и шуршать, если придут его арестовывать. А здесь он чувствует себя вот в этой сдвинутой на лоб шапке, ну, кем-то вроде, наверное, Хлебниковского зайца перед лицом вот такого движения истории. Что же выбирает в результате Шкловский, в результате вот такой, такого движения тактой биографической трилогии? Возможно, существование во времени мифологическом, архетипическом, традиционном времени вечного возвращения, и он еврей. При этом ему это очень важно, потому что именно его приветствовать приходит делегация сирийцев, когда англичане берут Иерусалим. И Шкловский замечает, что вот уже кто-то называл его евреем, несмотря на то, что солдаты Владимира его любили, что на Востоке антисемитизм отсутствует. Что выбирает Шкловский? Перед ним, собственно, открыты все пути. Почему он решает все-таки не оставаться в Берлине, да, и не идти куда-нибудь туда дальше, на Восток, а возвратиться назад в Советский Союз? Наверное, живет историей. И судя по тому, что пишет Шкловский дальше, мы видим, что даже само изменение его интереса, его отказ, собственно, опояза, да, и тот выбор, который он делает, когда он начинает писать свои работы о Толстом, в том числе биографии Толстого, или Матвей Комаров, житель Москвы, это явно выбор в сторону истории. И это, конечно, личное дело Шкловского, была одна карикатура 60-х годов, которая изображала Шкловского в виде песочных часов, намекая на то, что Шкловский, тем не менее, просто мимикрировал, и на самом деле пишет одно и то же. Наверное, это правильно, особенно в сопоставлении с тем самым описанием ситуации вечного возвращения у Ницше, которое он и сравнивает с песочными часами. Спасибо. Мы не знаем, потому что Саша Галушкин пытал его до самого последнего дня как раз по поводу его участия в партии правых эссер, собственно, из-за чего ему необходимо было бежать. Из-за того, что вышла в Берлине брошюра Григория Семенова, где, собственно, было сказано о Шкловском как об одном из организаторов террористической деятельности. И он об этом пишет в «Сентиментальном путешествии» также. Говорить об этом было совершенно невозможно. Шкловского не стало в 1984 году. И только один раз, как пишет Галушкин, он в ответ на его бесконечные вопросы сказал во ВВД СР, «Храбрые люди». Но есть беседы с Дувакиным, и есть энергия заблуждения, и в сущности мы можем... Есть приказы, конечно. В сущности мы можем понять как бы всю эту биографическую, событийную канву. Мы знаем достаточно точно, что делал Шкловский, и он этим хвастался, в том числе засыпал сахар в житлеры в этой дивизии Гетмана-Скарападского и так далее, над чем смеялся Булгаков. То есть его биография того времени более или менее известна. Но, конечно, ему хочется быть кем-то большим, каким-нибудь ксенофонтом, потому что он играет этими понятиями анабасис, катабасис, но катабасис-то совершает русская армия, а анабасис-ксенофонт по этому пути совершает армия сирийцев. Абасис-ксенофонт 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 Абасис-ксенофонт